Значит, Любовь, это разный мы с тобой фильмы смотрим, у каждого свои понятия о любви. Когда человек говорит про Бога, что такое Бог? И вот мы пытаемся понять, но сейчас мы как раз изучаем книгу, которая, можно даже сказать, ее нужно вначале изучать, до того, как понять про Бога. Почему? Потому что написано вот в Торе, да, есть такая фраза, что «Дер херек кадмари тура», что «Дер херек» — это путь жизни, путь земли, или еще, говорят, культура, правила поведения, это еще до Торы было, да. Качество характера, которое есть у человека, они являются основой для принятия каких-то решений, для принятия информации. То есть человек, он воспринимает информацию, исходя из того, какие у него внутри стремления. И Тора очень подходит к людям добрым, людям, которые хотят делать другим людям добро, скромным, например, да, Тора очень подходит к людям, очень хорошим людям. Поэтому, если во втором подходит, значит, вы хороший, божественный человек. Можно сказать, что у вас божественная часть очень сильно проявлена. У человека есть божественная часть и есть животная часть. Как даже современные ученые определили, что не только животная часть в человеке, а рептильная часть, что у человека есть мозг, который называется рептильный мозг. В нойде спрашивают, куда змей делся? Куда змей делся, который совратил Адама, первого человека, Эхаву? Вот он, вот здесь живет, змей этот. У каждого из нас инстинктивный вот этот вот центр, который управляет вожделениями. Он как бы написано, что еще до того, как сам человек появился, то в нем есть только вот это инстинктивное начало. Только вот этот вот инстинктивный мозг, рептильный мозг, который обеспечивает все процессы выживания. А потом на него сверху одевается уже личность, качество, характер, воспитание и так далее. А внутри есть душа. Плюс и минус, как бы, да, два полюса. Змей это инстинкты, это самое, что ни на есть, животное, которое управляется только инстинктом выживания. Душа это божественная, самое, что ни на есть, светлая часть Всевышнего. Между ними вертикально ходящая лужа, которая оживляется. С одной стороны, она запрограммирована этими инстинктами, но инстинкт это тоже от Бога, это же Бог запрограммировал. А с другой стороны, сама божественная душа. И вот на вот этом вот плюс-минус, на этой борьбе, можно сказать, проходит линия фронта все время. И эта линия фронта, это решение человека, как он решает поступить в разных ситуациях, исходя из какой информации. Мы все действуем, исходя из какой-то вводной информации, принимаем решение, значит, как поступить. И вот мы изучаем сейчас пути праведников, находимся на 26 главе. 26 главе, которая называется Чува, раскаяние. Раскаяние это механизм, который позволяет, если человек действовал неправильно, делал какие-то недействия, которые Бог назвал грехом, как раскаиваться. Вот мы дошли уже до лайфхаков. Мы сейчас изучаем лайфхаки разные, да? Справить свои деяния. Вот мы остановились на том, анализ, да? Вчера мы говорили про анализ своих путей. Изучим, проанализируем, поймем. И там есть три плюса в этом. Когда ты анализируешь, ты исповедуешься, ты как бы можешь их исправить. Значит, вертикально ходящая лужа – это тело человека. Это таблица Менделеева, прах и пепел, размешанные с водой. 70% воды, 30% микроэлементов, размешанных с водой. И это тело человека, это вот такая вот вертикально ходящая лужа. Потому что мост, например, на 90% почти состоит из воды. А все остальное – это микроэлементы, которые прах и пепел. Если выпарить всю воду, от человека остается горстка пепла. Вот поэтому, если одно из названий человеческого тела – это вертикально ходящая лужа. Это чисто моя метафора. Может, я его где-то слышал даже. Скорее всего, где-то слышал. Значит, все, 12-й. 12-й лайфхак, который тем, кто хотят сделать шуву, раскаются, хотят очистить. Это сделать химчистку для своей души, почистить свою душу от ошибок, которую мы составляли. Чтобы вот эта вот вечная душа, она и так чистая. Но то, что человек своими мыслями, поступками, действиями он на душу одевает свою вот эту вот как оболочку, с течением жизни, человек – это эго. То есть, каждый из нас, если взять по большому счету, вот кто человек? Вот спроси любого, а ты кто? Ну, человек скажет, я – это мои мысли, мои цели, мои планы, моя память, мои убеждения. Я – это вот эта информационная сущность. Ему скажут, а ты хочешь жить? Ну, конечно, я хочу жить. А вечная хочешь жить? Хочу жить вечно, если там хорошо. Ну, хорошо, ты будешь жить вечно, только знать тебя будут Урсултан. Урсултан Назарбаев, и ты будешь кактусом. Он говорит, не-не-не, секундочку, я хочу жить, как я. Зачем мне жить, как Нурсултан Назарбаев? Я же не Нурсултан Назарбаев, я там, например, Юлия Пащенко. Зачем мне жить в другом каком-то статусе? То есть, человеку важно именно сохраниться как личность. И когда человек как личность, он с помощью Торы и Заповеди, он делает вот эти вот действия, которые называются заповеди, то он на свою душу, он одевает, постепенно создает как свою голограмму, которая и будет жить вечно. Теперь, но если он делает грехи, то вот этот вот свет, эта божественная энергия, которая позволяет информации перерепляться на душу, на свет, грубо говоря, то грех, он наоборот, прерывает этот процесс, да? И он божественный свет закрывает, как копоть такая. Потом человек осознал, он говорит, блин, вот я себя закоптил вообще. То есть, я закоптил себя страшно с своими всеми этими неправильными поступками, сидел, сидел, коптил себя и коптил. А, например, вот всю ту информацию в рай не пускают, которую он создавал. И он начинает чистить, это чувак. Двенадцатое. Двенадцатое, значит, лайфхак. Который, это как касается правильного раскаяния. Состоит в том, что нужно изучить и узнать размер наказания за каждое из своих преступлений. Потому что каждый поступок неправильный, он по-разному влияет. За что-то есть одни в Торе, когда это описывается, то есть Тора же написана словами людей, что все вышли через пророков, хотел передать Тору так, чтобы люди поняли. Люди на том поколении, они были на определенном уровне восприятия и развития. И чтобы им передать какие-то понятия, нам легче понимать. Мы уже находимся, эпоха перед уже приходом Машеха. То есть мы находимся, последние вот эти вот остались возможности, денечки, да, у мира в Сараварвате существовать. И у нас очень хорошо стало с восприятием. Написано, что придет Машех поколение знаний. Вот мы стали поколением знаний. Мы уже представляем, как информация передается по воздуху, как она хранится в облаке. Мы представляем, что такое компьютер, и нам понятно уже, как мозг работает. Ну, в принципе, ученые уже открыли мозг, клетки, там, ну, все практически, да. То есть наука уже дошла до того, что прям все понятно. Написано, что дополнится вся Земля знанием. И тогда, когда наполнится вся Земля знанием, придет Машех. Сейчас, например, обратите внимание. Вот 200 человек в разных концах мира. У нас слушатели Вейкра по всему миру есть, да. В месяц 50 тысяч часов изучения Торы. Прослушивают разные уроки Торы. У нас есть где-то 10 преподавателей разных. Разные мы берем с книги и преподаем их, чтобы было понятно современному слушателю. Это наша такая концепция Вейкра. Да, просто мы хотим нести свет Торы людям. Так, представьте, раньше это было невозможно. Раньше, например, вот сидела бы где-нибудь там Маргарита или Евгений, да, или там Влад. Сидел бы в своем где-то, в своей деревне. Ну, люди жили в разных деревьях, где родился, там живут. И, значит, сидит человек и думает, ну вот, ну откуда у меня информация? Вот у меня вот небо, вот там, я не знаю, волк пробежал, вот лисица. Вот, значит, может, мама расскажет. Оп, мама природа умерла. 50% детская смертность, значит, там, тысяча лет назад, значит, все, нету мамы. Блин, может, папа расскажет. Только посмотрел, папу Тидор забрал. Нету папы. Или там, монголо-татары. Кто мне расскажет, как мир работает? Он шаман. Да, шаман. А где шаман? Шаман, значит, а я хуястки. Да, значит, напился там, наелся, накурился. И, значит, шаманит. Ну, расскажи, шаман, как мир устроен. Сейчас я тебе расскажу, значит, как мир устроил. Зевс съел там, крона, крон съел, Зевса. Потом он, а шаман пушить просто хотел. И он, значит, вот это все, да, нарассказывал. То есть у людей не было доступа к информации, и они не могли ее проверить никак. Поэтому тысячи-тысячи лет до появления. Вот мы живем в такую эпоху, когда появился искусственный интеллект, интернет, поисковики. То есть мы, прямо вот написано в пророках, да, и наполнится вся земля знанием. Вот, пожалуйста, сейчас любой доступ к любому знанию в мире. Но люди, вместо того, чтобы это знание использовать, чтобы узнать о Боге, многие люди, они это знание тратят, узнают там, о чем они узнают. Они узнают еще больше, как, а я хуясь тебе это, да, напиться, наесться, нагуриться. И опять слушают того же шамана, который уже только теперь выступает через там фильмы какие-нибудь. Значит, тот, кто хочет знать, он берет, идет на уроки Якова, Равьякова Шатанина. Равьяков Шатанина сейчас преподает книга заповедей, да. Прям есть история 613 заповедей. Есть заповеди актуальные в наше время, 77 поверевающих осталось, всего лишь там 188 запрещающих. Остальное нельзя нарушить, потому что нету, так как нету храма, а большинство заповедей было связано с храмом. Потому что, когда был храм, это было место, в котором как бы стоял главный процесс. А связь Бога с миром была именно вот на этой храмовой горе, за которую сейчас идет война. Как раз, когда третий храм будет, третий храм спустится с неба, еще усилится этот сигнал. Как знаете, в сетях поднимают напряжение, поднимают напряжение, поднимают давление. Те люди, которые злодеи, они не выдерживают. Те люди, которые готовы, они чем больше напряжения, они больше видят, больше видят, больше видят. И в принципе, вот этот божественный свет, он те, кто к нему готов, он их прямо поднимет. А те, кто не готов, у них пробки полетят, и проводки у них, значит, отойдут, и все. Поэтому надо готовиться. Вот Ракову Равьякову, спасибо за уроки, он как раз сейчас объясняет то, что пока нам доступно, это как раз те упражнения духовные, заповеди это как духовные упражнения, которые ты делаешь и очищаешься, готовишься, все. Потом скажут, ну все, последний рывок, значит, вечность, надо пробежать 100 километров. Кто-то скажет, отлично, 100 километров, Юля скажет, мне вообще запросто, я в день ходила по 10 километров, мне 100 километров пробежать вообще вот так вот. Ну, даже не пробежать, пройти. Ну, то есть, если кто 10 ходит, тот и 100 сможет. А тот, кто ни разу не ходил 10 километров, он не сможет. Ему скажет, а что ты не ходил? Это я сейчас сравниваю в материальном плане развития, да? А в духовном плане тоже. Человек, полчаса в день духовного развития, считайте, что у вас есть билет в вечность. Тринадцатый лайфхак. Тринадцатый состоит в том правило, что преступления, называемые легкими, должны быть в глазах человека как серьезные. Например, вот сейчас я вам скажу, например, он приводит пример преступления. И тут мы, получается, все преступники. Тут вообще нет ни преступника, ни одного. Ну, наоборот, я чуть-чуть преувеличил, смотрите. Он говорит, например, легкое преступление смотреть на женщин и слишком много с ними разговаривать. Или болтать впустую. Или бездельничать. Или упоминать имя Бога впустую, в суе, да? То есть, именно в... Все это и подобное этому кажется маловажным многим людям и даже значительным людям этого поколения. Значит, преступления мужчины рассматривают женщин. Да сейчас попробуй не рассматривать. Сейчас женщины, они стараются, чтобы их полностью рассмотрели вообще во всех деталях. Помимо этого, любая витрина, любой... Вот ты идешь и везде со всех плакатов тебе показывают женщин, которые прям реально хотят, чтобы их рассматривали. Значит, это делается для того, чтобы побудить вот этот рептильный мозг. Сердце хочет. Глаза видят, сердце хочет, руки-ноки делают. То есть, все, в принципе, вот эти вот штуки, они для того, чтобы побудить покупать. Покупать или что-то делать. Но написано, что это преступление. А почему это преступление? Слишком много с ними разговаривать. Или болтать впустую. Вообще, в принципе, болтать впустую. Или бездельничать. Или, има бога, упоминать в пустыке. Он говорит, это все преступления, они легкие, но... Четыре есть причины относиться к ним как к серьезным. Во-первых, не следует видеть незначительность преступления, но следует видеть величие того, кто запретил его. Вы знаете, как есть в отношениях иногда мужчина с женщинами, возникают там семейные отношения, конфликт. Муж говорит, вот надо выключать свет. Жена говорит, не надо. Или там, она говорит, ладно, буду выключать. И не выключает. Но для него, может быть, это с детства его так приучили, что для него это, ну, супер важная какая-то история. А жена, например, говорит, что там посуду надо мыть после еды. И он говорит, да какая разница после еды, до еды, там мыть, не мыть. То есть для него никакой разницы. Но каждый человек, он, ну, для него есть какая-то его там пунктики, какие-то его там принципы, правила и потребности. Но жена в какой-то момент, она говорит, если ты это не делаешь, значит, ты меня не любишь, не уважаешь. Или муж говорит, если ты это не делаешь, значит, то есть он себе провел эту параллель. Вот он здесь тоже проводит такую параллель. Он говорит, отношение к этим вот мелочам, оно, в принципе, может и не важно. Но следует видеть величие того, кто запретил это делать или сказал это делать. То есть только через вот эти вот действия ты создаешь контакт с Богом. Ты с ним создаешь контакт, когда ты выполняешь то, что он хочет, даже в мелочах, и не нарушаешь то, что он сказал, это делать нельзя. Также в отношениях с людьми. То есть именно вот этот вот депозит тепла в отношениях и любви достигается через выполнение вот этих вот, казалось бы, мелочей, но когда ты просто, особенно если это мелочь, то это тем более оказывает большой эффект, что человек думает, да, действительно, вот он от этих мелочах позаботился. Понятно, что он ко мне серьезно относится, если он от этих мелочах как бы позаботился и обратил на них внимание. Вторая причина, почему на мелкие преступления стоит тоже делать шуву раскаяния и обращать на них внимание. Во-вторых, для совершающего незначительное преступление, много раз, оно становится серьезным, потому что наказание за каждый раз накапливается и растет. То есть получается так, кто-то не выключает свет, раз не выключил, два не выключил, три не выключил, четыре не выключил. Каждый раз это мелочь, но потом счет накапливается, да, и в конце там месяца это может быть уже одна сумма, а в конце года эта сумма может быть, ну, такая серьезная сумма. То же самое с преступлением. Человек говорит, да мелочь, ну, там посмотрела это женщин. Хорошо, если у вас жена, например, ну вот один раз посмотрел, жена нормально воспримет. А если он все время будет рассматривать, ходит, рассматривает, рассматривает, уже как бы проблема. То есть любая мелочь, которая накапливается, она может сделать значительный эффект. Третье, кто приучается к преступлениям настолько, что они кажутся ему дозволенными, а он не остерегается их, тот считается вредом тех, кто сбросил себе премию закона. То есть становится как иноверец, который в принципе отрицает закон. То есть можно прийти к такой ситуации, и к ней приходят очень многие люди. Вот смотрите, давайте я тогда скажу четвертое, я эти два пункта сразу объясню. В-четвертых, обычая слова начала такой, что побеждая в незначительном, оно победит и в серьезном. Поэтому сказали мудрецы, будь внимателен к легкой заповеди, как тяжелой, как важной. И еще они сказали, одно доброе дело, заповедь лечет за собой другое доброе дело, заповедь. И один грех порождает другой. Вот смотрите, как получается. Во-первых, есть некая система, называется Тора. Значит, в этой Торе ее получил в начале, Тора это учение от Бога. Вначале его получил Адам Решон, первый человек. Потом Адам Решон получил его, оно передавалось. Потом Ноах получил от Бога семь заповедей для всего человечества. Семь заповедей для всего человечества. Я считаю, что вот мне там спрашивают, а вот надо мне проходить его? Не надо, у тебя вижу, что Тора это истина. Я считаю, что не надо, потому что есть семь заповедей для всего человечества. И достаточно исполнять семь заповедей качественно. И у тебя есть полный билет в вечную жизнь, в рай и так далее. То есть тебе не обязательно быть священником. Это то же самое, человек спрашивает. Мне заниматься спортом или сразу мне записываться там на Нью-Йоркский марафон и, значит, становиться на чемпионат мира среди 90-летних. Сразу готовиться буду. Не надо готовиться на чемпионат мира. Физкультура это отлично. Для здоровья прекрасно заниматься физкультурой без соревнований. Теперь, ну если кто-то хочет, для него духовная работа это смысл его жизни. Тогда действительно он идет по профессиональной линии, тогда да. Но в принципе просто там проходить Дью-Йорк для того, чтобы стать евреем, который плохо заблюдает заповеди, нет смысла. То есть так, есть из семи заповедей Сыновей Доха одна повелевающая и шесть запрещающих. А так 77 на сегодня действующих повелевающих и там 188 запрещающих, это только заповеди Торы. Есть еще мудрецы. Вот сейчас как раз об этом. Значит, мудрецы, они постановили на протяжении многих-многих поколений. То есть Тора была получена 3325 лет назад на горе Синай. И мудрецы на протяжении всех поколений, они видят, где спотыкаются люди больше всего, там установили ограду для закона, чтобы люди не спотыкались. Например, было по Торе можно четыре жены. Вот Дамир все время спрашивал, почему значит отменили. Отменили, потому что тысячу лет назад мудрецы увидели, что мужчины не справляются. Не справляются, и женщины не справляются. Между ними соперничество, между детьми соперничество. Ну, то есть очень много было негативных моментов в том, чтобы можно было иметь несколько жен. То есть мудрецы сказали, не надо делать. На тысячу лет запретили. Был Рабену Дершон. Да, Рабену Дершон был, который глава того поколения мудрецов. Сказал запрещено. Установил декрет, правила. Все, теперь это стало частью Тора. И на протяжении многих лет, типа, например, раньше было покрывать голову только во время молитвы. Покрывать голову надо было во время молитвы, когда святость и так далее. Потом установили, что всегда нужно чувствовать, что есть над тобой царь-царей Бог. И это называется Ермолка и Ратмолка. Это страх, трепет перед Богом. Это стало обычай, который потом стал как закон. И есть очень много-много вот таких вот ограды для закона, которая, эта ограда для закона стала как закон. И вот он здесь говорит, когда человек нарушает легкие вот такие вот заповеди, ему кажется, что это легко. Потом он кажется, ему кажется, что он не нарушает. А потом он может сказать, что это вообще не заповеди. И вот в этот момент человек переходит в ситуацию, что он отрицает всю Тору. Почему? Вот тут очень важно понять, что есть два типа грешников. И если вот человек грешит, нужно всегда стараться быть в рамках первого типа грешника. Значит, первый тип грешников царь Соломон их называл ксили. Ксили – это грешник по вожделению. Он говорит, смотрите, ну, я понимаю, великие святые люди, мудрецы. Они сказали, что надо целый день учить Тору. Вообще не останавливаясь. На женщин злоить нельзя. Кужать надо только кошерное. Говорить надо только добрые, святые слова. Никакого, никаких сплетеней, никакого злоязычия. Не говорить и не слушать. Я все это понимаю. Я честно, искренне стремлюсь. Я хотел бы быть святым, чтобы полностью быть святым, чтобы с Богом быть в таких прям близких отношениях, чтобы сиять от счастья. Но я не святой. У меня внутри мое рептилия, вот это мой инстинктивный мозг, мое животное и мое Маугли. Мы все Маугли, которых воспитывали Непатория. Мы все как украденные дети, которых воспитывали разные идеологии, как Маугли. Значит, ну, мое Маугли, которое у меня в голове живет, это интеллект, эго, да, с его правилами. Моя вот это вот животное, которое во мне. Они очень сильные. И они меня постоянно сбивают с пути. Поэтому, если я грешу, то просто по слабости. По слабости. И дай мне силы, чтобы я был праведником. Я тебя люблю. Спасибо Всевышнему. Если я тебе нужен в отряде праведников, пожалуйста, убери от меня все эти вожделения. И дай мне так, чтобы прямо, как машина поедна Тору, получил на горе Сина. И вот дай мне так Тору. Все. Это называется грешник по вожделению. Он грешит, но он понимает, что он грешит. И он, в принципе, хотел бы не грешить, но не может. Второй тип грешника, кстати, сам умного, называют грешник-скептик. Он себя считает шибко умным. Грешник-скептик, он умнее в своих глазах, чем семь мудрецов, так, кстати, сам он говорил. И он говорит, а кто сказал вообще, что был такой человек по имени Моисей? Моше. Как его звали? Может, его звали. И он начинает отрицать, стептик начинает отрицать, насмеивать. И в итоге он отрицает всю Тору. Это называется грешник-скептик, который неисправим, потому что он считает, что он не нарушает. Он считает, что он все правильно делает, и у него нет шансов исправиться. Поэтому лучше быть в категории грешник в силе, грешник по вожделению, если уже грешить. И четвертый был пункт, то, что он говорил, когда ты исследуешь. Обрати на это внимание, что Ецарара, вот это животное начало, оно действует по принципу, один винтик открутить, сразу вся система, она сыпется. То есть, как ты делаешь одно доброе дело, или одну внедряешь в себя хорошую привычку, и она тянет за собой другие хорошие привычки. Также одно преступление тянет за собой другие преступления. И поэтому, то, что он говорит, легкие, казалось бы, преступления, они тянут за собой тяжелые. Я сейчас был на открытии, когда и там женский тренинг, там 100 человек этих женщин, ну, было несколько мужчин, но в основном женщины. Я им сразу говорю, мне нельзя женщин трогать. Меня вот там, потом я с ними фотографировался, я вот так книжку в руках держу, потому что мне нельзя женщин трогать. Почему? Потому что, а кто их знает, что у них в голове сейчас у этих женщин, они сейчас все такие эмансипированные, расслабленные, и они, значит, одна повиснет, вторая повиснет, третья повиснет, и что? Как я книга отцепиться, да? И я говорю, мне лучше не трогать, все, вот книжечка, вот так вот я как будто вам книжку даю, вы как будто книжку держите, все, значит, и мы вот так фотографировались с ними, потому что, ну, то есть, лучше оградиться, это называется ограда для закона. А если бы я себе разрешил это, да, сказал, да ладно, ничего страшного, ничего там, какая разница, ну, за руку постоял, с одной за руку, с другой за руку, с третьей за руку, четвертый обнялся, пятый обнялся, потом выпил сто грамм, потом смотришь, уже и вообще непонятно, как жизнь бы сложилась дальше. Понятно, да? Поэтому всем шаббат шалом, чтобы было у всех шаббат святой день, день соединения со Всевышним, радости, внутренней работы. Я все-таки считаю, что к Богу лучше идти через благодарность, через ворота любви, то есть, мы вот книгу изучили, кто недавно присоединился к урокам, найдите цикл уроков, 120 уроков, вот, сад благодарности. Все-таки идти, соединяться с Богом через благодарность, через любовь, через Его чудеса, это более приятный путь, чем вот этот вот через страдания, да, но мы должны идти по всем путям. Все, друзья, удачи, успехов, шаббат, шалом, чтобы был мир, чтобы наступил уже наконец-то мир, закончилась война, кроша-шана, я уверен, что война закончится, все года закончится, кроша-шана, и мы уже с вами к Йом-Типуру подойдем подготовленными, Йом-Типуру это день искупления, и Суккот, как началась, вот, например, в Израиле война началась с Симка-Тура, это последний день Суккота, то в этом году, я думаю, что в день радости Торы действительно придет Машеф, все исправится, и мы увидим третий храм. Я, кстати, к концу обязательно сделаю экзамен, вот, надо будет выучить все вот эти, вот, сколько тут есть всего ворот качеств, которые мы должны пройти. Мы сейчас в 26-м, а всего их 28, то есть нам осталось, в принципе, изучить врата Торы 27-го, и потом 28-го врата страха перед Всевышним. И надо будет потом повторить, выучить 28 вот этих качеств, и дальше над ними работать, чтобы именно через эти 28 качеств перейти в вечность. Все, шаббат, шалом, удачи, успехов, спасибо за помощь, за поддержку, за то, что присутствует на уроках, за то, что делитесь уроками. Мы сейчас прямо уже, с Божьей помощью, до следующей недели в студию, будут еще больше уроков, прямые эфиры, будем людей приглашать в студию. Все, в общем, спасибо огромное, развиваемся, и свет Торы прямо усиливаем, усиливаем и усиливаем. Спасибо Всевышнему. Все, всем пока, до встречи.